Всем привет! Я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Что объединяет беглых, невероятных бандеровцев и фашистов, служивших Гитлеру. Не только мировоззрение, но и подходы. Например, излюбленный метод фашистской Германии. Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее. Да, в отличие от ВСУ, информационный батальон Украины умеет воевать. Информационные хабы, созданные в Украине благодаря западным НПО и НКО, качественно отрабатывают вашингтонские гранты. Создать фейк 30 секунд, разоблачить порой сутки. ...после якобы российской атаки на мирное население. А на самом деле, оказывается, она входит в отряды территориальной обороны. Это те самые, которым раздавали оружие, которые прячутся за спинами мирных граждан. То повсюду гуляют якобы скриншоты переписки российских солдат, только вот телефонов у них при себе нет. И я молчу про кадры из компьютерных игр, откровенные постановки или кадры с израильско-палестинского конфликта. Но бандеровской пропаганде мало создать иллюзию поражения России, якобы демирализацию российских военных, или якобы большие потери среди россиян, якобы полную неопытность военных Российской Федерации. А именно такова их картинка. И, конечно же, они активно впутывают Беларусь. Постоянные фейки о якобы нашем участии просто заполонили интернет. Сейчас и тогда мы не воюем против них. В этом нет никакой необходимости. Никакой. Никакие ракеты с нашей территории туда не летают. Тысячами валяются трупы россиян. Заберите их. Ну покажите их, где они. Где? Это ж фейки. Они это умеют делать. Квартал 95, это же профессия. Они эти фейки умеют делать. Беларусь в свое время выстояла и не допустила Беломайдан. Не допустила появления радикалов, в том числе из Украины. У нас не было оружия из жовтоплакитной. В общем, Беларусь свою независимость отстояла. И спустя полтора года этой раскачки у нас проходит референдум. То есть мы уже смотрим в будущее. Потому что лично для меня новая конституция – это своеобразная защита от дурака. Что бы ни случилось, кто бы ни пришел к власти, Беларусь останется социально ориентированным государством по конституции. Собственно, именно поэтому нашу страну в эти сутки очень хотели раскачать вновь. Потому что противникам многополярного мира, жаждущим сохранить остатки своей гегемонии, очень выгодно кипящей точке у границ России. План беглых сорвать наш референдум провалился. Само голосование как повод вывести людей на улицы, очевидно, не сработало бы. И тогда заморским хозяевам снова помог наш замечательный сосед, подкинув не только оружие радикалам и мародерам, но и повод. Невероятных зазывали на акции якобы за мир. Сначала, разумеется, прямо на участке для голосования. В два часа дня я пришел, табе нема. Подменула, подвела Елена Живоглот. Жаль, она пока домой не вернулась. Так бы вышла сама на пикет. Ну, хоть какой-то результат. Ну и в белорусской семье не без кучки предателей. Вот собрались три невероятных, а ресурс зеркала в прошлом Тутбай на них налогов. И аплодисментов, массовости выкриков. Кучка молчит, а новости прям как массовый протест. Я правда не знаю, насколько невероятным нужно быть, чтобы поверить в этот фейк. Но граждан, особо одаренных доверчивостью, позвали активничать к пяти вечерам. Кто-то из них выкрикивал, нет войне. И я первым делом, конечно, подумала, нет восьмилетней войне на Донбассе, зверством националистов, нет геноциду мирного населения украинской армией. Но оказалось, войну называют миротворческую операцию. Кто называет? Небольшая масса зигующих в городе героев, победившим фашизм, Минске. Мне стыдно за этих людей. Я считаю их предателями не только памяти наших героев-освободителей, но и всего белорусского народа. Впрочем, как только фото и видео с их митинга были сделаны для отчета дедушки, они сразу же разошлись. Миллионы белорусов оказали настолько мобильными, что не успели даже собраться и прокричать заветное 666 раз «Слава Украине героям слава!» как испарились. Пока кучка сторонников фашизма и зверств радикалов фоткалась, орала фашистские лозунги героям-убийцам слава и в никуда, в воздух, кричала «нет войне!», наш президент тем временем... ...косил «нет войне!» и буквально уговорил недобеглого украинского лидера отправить украинскую делегацию на переговоры о мире. Белорусская сторона выполняет все свои обязательства, сформулированные в ходе вчерашних телефонных переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах. Беларусь пытались сделать изгоя. Но не бегающий президент Зеленский, ни Боррель, ни Шольц, ни Макрон, а именно белорусский президент и российский лидер прикладывают максимум усилий к установлению мира. Да-да, снова Александр Лукашенко. А пока сам Зеленский не то забыл, чей президент, не то боится уже обращаться к украинцам. Вот и решил с чего-то вдруг обращаться к белорусам, как комик в последнем. Малый Наполеончик, извините, что я о нем так говорю, обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу, обращаясь, если вы знакомы, и советовать, что им сделать. Ну, так и хочется сказать, что предлагают повторить нам судьбу Украины. Вот им так хочется, чтобы такая была белорусская. Мы хотим видеть белорусскую, как она была раньше. Нейтральной или независимой в этом духе. Ну и что? Ну и что, с 2014 года мы нейтральны, независимы. Оружие завезли с территории Украины. Затем туда побежали наши беглые еще до 2020 года. Там, в их лагерях, готовили бандформирование. И не только для войны на Донбассе, но и провокации у нас в Белоруссии. Затем закрыли небо. Затем велись экономические санкции. Впереди планеты всей. Казалось бы, куда уже хуже. Но недобегло Зеленский вдруг сообщает о создании интернационального иностранного легиона для добровольцев из-за рубежа. Простым языком он приглашает всех террористов мира в Украину. И распоряжается освободить военных преступников, участников АТО из тюрем. Видимо, чтобы бандиты воевали вместо массово сбежавших из рядов украинской армии. В условиях военного состояния, участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освободены из-под варты. И сможут компенсировать свою провину в самых горячих точках войны. Вы правда думаете, что беглая Света Пелепчук и ее компания поступили бы как-то иначе, чем Зеленский? Не попросились бы в НАТО? Уже просились. Не втюхали бы ей старую натовскую технику под огромные кредиты? Да втюхали бы и вы невероятные... Продали бы беглый наш суверенитет? Да уже продавали и санкциями присыпали. И в случае попадания власти к беглым и недосбежавшим предателям, наша белорусская земля стала бы полем противостояния чужих интересов, дорого манипуляций заморских игроков. Так случилось с Украиной. Нравится, не нравится, стерпела все, красавица. Мы продолжим следить за ситуацией в наших телеграм-каналах.